Клево всем, друзья. Выскочил наконец-то на рыбалку. Приехал попробовать что-нибудь поймать на канал. Давно здесь не был. Ну, попытаюсь поймать карасика. У меня с собой есть фидер и мах. Буду стараться сейчас сначала ловить на мах. Если уж вдруг что-то ничего под берегом не будет, попробую собрать фидер и половить под противоположным берегом. Начало марта, первое число. Довольно сильный ветер. 5 градусов тепла, прохладенько. Если бы не ветер было, в принципе, нормально, но ветер такой будет дуть в бок в лицо. Ну, чего. Надеюсь, рыбу поймаю. Погнали, друзья. Ну, что, друзья. Как всегда, начинаем с прикорки. Тем более, довольно холодно. Прикорке нужно время настояться. Поэтому, прежде чем собирать удочку, я сделаю прикорм. Лезь черный. По классике. Возьму всего одну пачку. Конечно, жалко, нету грунта. Погода такая, что шли дожди, все мокрое. Грунт негде взять вчера. Вечером проехался. Кротовки мокрые. Начали появляться. Здесь канал от лимана. Поэтому здесь очень часто грунт не нужен. Хотя, бывает такое, что лучше с ним работает все-таки. Шикарно. Вкусно. Испортилась чуть-чуть прикормка. Много какой-то шелухи добавилось. Да, в том году вот эта серия стала похуже. Видать, со всеми кипишами что-то в ней поменяли. К сожалению, добавилось много ненужного мусора. Хотя было раньше. Классная, миленькая прикормка. Шелуха какая-то. Немножко воды. Вот, сейчас на ощупь прикормка, как будто бы мокрая, но у нас сухая. И в руках держится, она даже колючая. Вот она, казалось бы, чуть-чуть лепится. Но буквально через 10-15 минут, она будет совершенно сухая. Поэтому сейчас дам ей чуть-чуть постоять, подсохнуть, начать пить. И после этого буду добавлять арому. Погода ветренная. Надо выбрать монтаж, на который буду ловить. Дружка. Наверное, вот с этой трешечки начну. Поставлю вот эти 3 грамма. Вроде нормальный. Да, начну вот с этих трех. А дальше по обстоятельствам. Монтаж у меня с паском, поэтому нормально. В общем, с вот этих трех грамм начну. Ну что, прикормка постояла чуть-чуть. Подсохла. Теперь можно доливать арому. Так как задача у меня сегодня карась, поэтому прикормку буду делать тяжелую. ЕПС. Мне как-то давно они давали. Я уже давно пользуюсь ими, ихними дипами. Очень хорошие дипы. Единственный минус. Длинные тоненькие бутыльки. Они не стоят. Их надо ложить или куда-то ставить. И они начинают течь, когда лежат. Так отлично работающие. Мне нравятся некоторые составы. Шикарные. И было несколько раз, несколько у меня милаз. Два я вида уже практически использовал. И вот решил вспомнить вот один бутылек. Тоже его попробовать. Именно по холоду. Это укроп. Не помню. Укроп с чем-то. Придаст тяжесть прикормке, так как это на миласе. С водой я не размешиваю. Я самой прикормкой разбиваю. Но миласу, арома намерлась, ни в коем случае нельзя лить сразу в сухую прикормку. Она обволочит сухую прикормку, напитает ее, сахар начнет в нее впитываться. И прикормка не возьмет воду, когда вы потом на нее добавите воду. В воде сухая прикормка, пропитанная миласой. Казалось бы, она тяжелая. Начнет размокать. Сахар размокать. Выйдет из нее и прикормка начнет всплывать. Получится такой гейзер. Да, при ловле плотвы, может быть, это и хорошо. А вот при ловле дона, рыбы, карася, леща, это не очень хорошо. Все, готово. Прикормка очень липкая, очень тяжелая. У меня есть немного еще старого, уже год ему, мороженого мотля. Еще сейчас посредственно расставил, добавлю ее. Так прикормка готова, можно заниматься, собирать удочку. Редактор субтитров А.Семкин На конце удочки, коннектор из веревочки, завязан узелок, крепится к нему монтаж просто. Делается петелька, удалочкой накидывается и просто затягивается. Держится хорошо, надежно, ни разу не подводил. Может порваться только сама леска, кроме узла. Ветер, ветер, ты могуч, догоняешь, стоит туч. И здесь крючок за резиночку. Ну что, друзья, следующий этап, поиск глубины. Выставить нужно глубину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, глубину выставил. Как я выставляю глубину, есть отдельное видео. Ссылочку оставлю в описании. Можно перейти посмотреть. Там в аквариум подробно показываю весь процесс. Глубина в районе трех метров. Здесь идет небольшой свальчик. Как раз попадаю на низ вала. Ну, крючок лежит на свале. Шестерочки не хватает добить до самого низа. Ну, ничего. Значит, сейчас положу буквально пару шариков при кормке. И все. Возможно, тут не будет. И можно будет переезжать в другое место. Здесь еще соседний канал. Весь народ сейчас там. И говорят, вчера там кто-то что-то поймал. Я не знаю. Я хочу на этом попробовать. Поэтому не знаю. Поэтому я сейчас кину буквально пару шариков при кормке. И буду смотреть, будет рыбка или нет. Шарик. И в точку ловли. Подойдет. Докормлю. Не подойдет. Буду переезжать в другое место. Ну, лучше бы тут подошла. Все. Сейчас у меня есть время попить чаек. Перекурить. Принести что не принес. И буду пробовать ловить минут через 10. И в течение часа, я думаю, будет видно, пришел он или нет. Если не пришел, можно будет смело переезжать. Друзья. Просидел. Вот тут в 7 метрах. С удочкой. На дне трава. Сколько лет тут ловлю. Первый раз попал, чтобы трава. Решил, думаю, смещусь. Вот о 7 метров сместился. То же самое. На дне трава. Еще и леска оборванная. Вот так вот идет. За нее цепляюсь. Выбор что? Переезжать в другое место или собрать фидер? Решил собрать фидер. Быстро нашел точку ловли. Водоем примерно знаю. Закинул. Прицепил вот такой маркерный груз. Закинул чуть дальше середины. Протащил. Нашел, где груз прыгает. Твердое дно более выбитое. Там же оно кирилло. Все. Это вот рядом. Метров 20-25. Ветер. Плюс вот тут идет леска. И вот сделал 3 закормочных. Кормушечки маленьких. И вот. На цепи начинаю ловить. Чего себе загиб карповый. Что это было? Есть. Ого. Ого. А я без пацака. Ребятки. Поводок 0,1. Вот это другое дело. Есть. Друзья. Смотрите. Я его поймал. Мой первый карась в этом году. Не болтайся. Видите. Красавец. Вообще шикарный. Но даже не сопротивлялся. Друзья. Переехал я. Просидел. Еще. Почти час. Полный ноль. Больше ни одной поклевки. Ни одного подергунчика. Просто рыбы. Нет кого-то. Другой канал. Ребята сидят. Полавливают. Карасик поклевывают. У них на донке. Это слабенько. Оно поклевывает. Для начала опять. Собираю удочку. Сейчас еще глубину. Тут я помню. Глубина была. Приличненькая. Здесь затяжок. Поэтому поплавок. Поставил. Розопадемностью 2 грамма. Чуть-чуть прикормки осталось. Сейчас закормлю. Для начала. А потом. Посмотрю. Еще до мешаю. Скорее всего. А тут классно. В затяжке были. На лбу сразу сюда ехать. И там не мучиться. Осталось совсем чуть-чуть прикормки. Вот ее сейчас туда и запулю. Тут добавил чуть-чуть мороженого мотля мелкого. Не добросил. И если клев будет. Еще замешаюсь. И уже нормально закормлю. Все, друзья. В ожидании. Есть. Есть, ребятки. Некрупненький, но... Карасик. Небольшой. Ладошечный. Но это он. Вот так. Уже бы с утра мог бы надергать. Столько времени там провел. Толку. Поплывочек 2 грамма. Отлично. Глубина где-то 2,5 метра. Крючок лежит на дне. Иди сюда. Таранка мелкая. За нее может и прилететь. До 14 сантиметров запрещено брать. Два канала. Один тот ходит в этот. Там 0. Тут рыба есть. Иди сюда. Ух-ух-ух-ух. Это карасик. Это карасик. Хороший. Хороший. Вот так, ребятки. Глазом клюнул, да? Да. Практически один и тот же канал. Один входит в другой. И так я уже тут попадал. Точно так же. Ах, мимо. На том было 0. На этом как с пулемета. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ой, как не сопротивляется. Есть. Сазанчик. Сазанчик. Тоже караси отпугивает, ребят. Дикий сазан. Маленький. Но сазанчик. Тоже отпускаю. Так вот. Так вот. Разнообразие парни. Разнообразие парни. Иди сюда. Красиво приподнял. Хороший. Хороший карасик. Так вот. Так вот. Дождик пошел. Иди сюда. Тяжело преодолеть ветер, спину и рыбку. Да, тут конечно другое дело, караси выпрыгивают, там сидел дубняк, от ветра аж слезы на глазах были, как будто на мотоцикле едешь без шлема. А тут великолепно. Нет, чтобы с утра сразу сюда фигней занимался. Ну, зато там поймал. А карася поймал и красноперку поймал. Было три поклевки, там у меня кто-то хорошего карасика, красноперку и одну не реализовал. Ого, ого, поклевка была резкая, на утоп. Вот это кто это? Сазанчик опять. Сазанчик маленький. Больной или поврежден над смыком. Сазанчик. Поклевка была красивая. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто это? Пеленгас. Ребята, вот кто тут шукер наводит. По ком я стучу, чувствую. И кто сгоняет рыбу с точки? Вот этот гад. Отлично, рыбка клюет, ребят. Просто все шикарно. Класс. Я доволен. Периодически на точку заходит пеленгас и сгоняет рыбу. Но бывает в этот момент нападение поклевки карася. Ветер. Несмотря на то, что тут я сижу и кажется, что ветер отсюда. Нет. Ветер идет туда, в сторону Азова. Гонит в воду. А это он ударяется и как бы обратка идет. А так он дует в ту сторону. Из-за этого тяга туда. У меня грузило лежат, подпаска лежат на дне. И тем не менее все оно тянет. Тяга такая, сильная довольно. От времени подкидываю шарик прикормки. Чтобы поднять ажиотаж интерес у рыбы. Тяга очень сильно довольно. Два грамма поплывок с подпасками, которые лежат на дне. Прям тянет прилично. Вот остановился и начинает поклевки. То есть рыбка взяла и его притормозила. Начало марта. Первые числа. Через несколько дней. Восьмое марта. И вот такой кайф. Посидеть на мах, поплывочку, половить карася. Это бомба. А еще влетает тараночка, влетает сазанчик. Народ подскажите, я вот наловил карася, а жена на 8 марта его пожарит. Это нормальный ей подарок будет? Напишите свои комментарии. Иди сюда. Кто это такой? На утоп клюнул карасик. Красавчик. Мордочкой клюнул. Иди сюда. Иди сюда. Ну что, друзья. Я кайфанул. Оторвался по полной. Просто ворвался. Рыбалка была сверх трудовая. Вы сами все видели. Все-таки нашел, где он ловится. И на одну поплывочную маховую удочку за несколько часов ворвался. Просто. Еще отпустил целую кучу сазанчиков, таранушек. Вообще кайф. Опарыш цвета роли не играл. Белый, красный кушал одинаково. Корми. Правильно. И рыба будет. Кайф. Я кайфанул. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А. Кайф. Редактор субтитров А. Продолжение следует...